Часть первая, финал. Вот так теперь выглядит улица водопроводная. Новенький асфальт и бордюрный камень. Это единственная тропинка, которая идет от детского сада. Сейчас дорожка словно образцово-показательная. Зафиксируемся. 25 мая 2017-го. Часть вторая, это уже осень 2016-го. Здесь дело в трубе, так решили коммунальщики и раскопали территорию. После ремонта специалисты оставили почти руины. Раскопки были проведены еще в бесснежные времена. Часть третья под названием «Остаемся зимовать». Под приличным уровнем снега проблема выглядела не так остро. Весной разбитая тропинка вновь появилась. Пешеходам с детьми пришлось обходить опасную зону по проезжей части. В часы пик, когда рабочие приходят на работу и идут со смены, тут столпотворение машины, конечно, это доставляет нам много неудобств массу. Во всех трех частях этого сериала мы вместе с нашим экспертом, юристом Мариной Чаузовой, обращались к чиновникам Октябрьского района. Ответы порой удивляли. Что 9-го, 11-го, 16-го? 9-го, 11-го, 16-го, колодец, вот этот завтра, и то ли проводились ремонтные работы, грунт просил, будут подсыпать. Засыпали 9-го ноября 16-го года. Засыпали, и это на словах. На деле был все тот же разбит асфальт. Ничего не изменилось и спустя 9 месяцев. Ребята с родителями по-прежнему пробирались вдоль разрытого люка по ямам и колдобинам. Исправить не только порыв, но и вернуть первоначальный вид обе задачи обязаны были выполнять коммунальные службы, говорит наш эксперт, юрист Марина Чаузова. Добавляет, даже сроки восстановления прописаны. В соответствии с правилами благоустройства города Барнаула, после проведения аварийно-восстановительных работ, исполнителям этих работ необходимо привести территорию в первоначальное состояние. Причем в срок не позднее двух месяцев с момента окончания этих работ. При этом уровни старого и восстановительного асфальта должны быть в одной плоскости, а линия стыка прямой. Эта история стала своеобразным сериалом. Главной роли сыграли сами коммунальщики. Как в шутку говорят барнаульцы, оперативности мастеров могут позавидовать, разве что футболисты сборной страны. Вот только не все коммунальщики такие нерасторопные. К примеру, эти кадры к нам в редакцию прислали случайные очевидцы. В объектив камеры режиссера попал небольшой участок между улицами водопроводной и школьной. Небольшая территория, словно шапнелью, была усеяна бытовым мусором. Установленные контейнеры оказались переполнены. Все те же коммунальщики как будто и не торопились разгребать завалы. Судя по масштабам, мусор здесь копился не одну неделю. Проблемы в самих горожанах предположили одни, другие все в тех же коммунальщиках. Стихийная свалка могла обернуться серьезной проблемой для жителей соседних домов, уверен автор видео. Ветер разносил пакеты в радиусе десятки метров. Специфический запах прилагался. Режиссер видео все же надеялся таким способом привлечь внимание коммунальщиков. Буквально на следующий день после выхода этого репортажа в эфир ситуация поменялась кардинально. Территория стала выглядеть как и прежде, а былом здесь напоминает разве что изредка встречающийся мусор. Контейнеры опустили, так что жители могут их вновь наполнять, тем более что появилась возможность добраться до них. Экологическая катастрофа местного масштаба, о которой так беспокоился автор, похоже отменяется. Материал вышел в эфир, тут же была проведена уборка территории. Совпадение, пусть каждый решает сам. Впрочем это уже не важно, главное, что еще одна коммунальная проблема решена. Напоминаю, телефон нашей редакции прежней 722-301, это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб или у вас есть история для новой серии нашей программы. Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова